Здравствуйте, дорогие телезрители! Приветствую вас в рубрике «Здоровье». Меня зовут Важова Виктория Александровна. Я врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог. Сегодня у нас актуальная тема – это розация. Розация – это хроническое генетическое заболевание кожи. Ее лечат неинфекционисты, ее лечением занимаются врачи-дерматовенерологи. Косметолог только лечит здоровую кожу. В клинике вы можете получить лечение как у дерматолога, так и у косметолога, так как обычно – это смежные специальности. Розация проявляется в виде высыпаний на лице, мелких, популезных. Как правило, это Т-зоны, веки, лоб. Пациент четко говорит, в какое время у него появились высыпания, как давно он болеет, на вопрос, что провоцирует. Это, как правило, стресс, так как заболевания связаны с ангионеврозом. То есть идет воспаление, воспаление идет в сосудистом русле. Первым этапом, первая стадия заболевания проявляется гиперемия, то есть краснотой, стойкая эритема, которая не проходит. При дальнейшей второй стадии присоединяются, уже элементы на коже появляются. Мелкий, популезный пациент отмечает, что периодически у него там высыпет, тут высыпет, он понервничал, что-то съел, позагорал, у него появились высыпания. При третьей стадии, если пациент не лечится, не обращается, либо, как часто сейчас, занимается самолечением, розации перетекают уже в третью стадию, популопустулезную, где высыпания представлены уже гнойно-воспалительными элементами, пустулами. При четвертой стадии, чаще она бывает у мужчин, формируются необратимые явления носа, застойная гиперемия с синюшностью, с рубцовыми деформациями носа. Лечение уже только хирургическое в данном случае. Часто вопрос родителей, как бы не пропустить заболевание, с чего же начинать. Конечно, нельзя заниматься самолечением. Как только у подростка, чаще всего это в подростковом периоде, с 16 и раньше, появляются первые признаки заболевания, необходимо обратиться к специалисту, где специалист первым этапом назначает обследование. По данным обследования мы можем выяснить, узнать половой статус пациента, сдать на гормоны, что очень часто, особенно у девочек, связано именно с тестостероном, с повышением пролактина. То есть мы смотрим гормоны, смотрим желудочно-кишечный тракт, сдаем на всякие кишечные инфекции, такие как лямбли, хеликобактер пилори. Может быть понадобится даже консультация именно эндокринолога, так как проблемы с щитовидной железой, такие как гипотиреоз, тоже могут способствовать развитию заболевания. Поэтому никакого самолечения, только помощь специалиста, помочь поставить правильный диагноз. На вопрос пациента, сколько же по времени длится заболевание, лечится ли оно, и я чаще всего говорю, что это заболевание хроническое. То есть, но в течение года будут и обострения, и ремиссии. Пациент часто паникует, впадает в депрессию, что, конечно, при розации недопустимо. После года лечения идет стойкая ремиссия, но образ жизни пациент обязан соблюдать пожизненно. То есть, он должен отказаться от кофеина, от бани, сауны. Все, что обеспечивает приток крови, кожи, это запрещено. Нервные стрессы, перепады температур, повышенная инсоляция, нахождение длительное на солнце пребывание. Если пациент планирует поехать в жаркие страны, то мы готовим обязательно такого пациента. Есть препараты, которые назначаются курсом за 2-3 месяца до поездки. Первым этапом лечения мы снимаем воспаление. Но, сняв воспаление и не пролечив сосуды, эффект будет кратковременный и не длительный по времени. То есть, наш помощник и тот аппарат, который является золотым стандартом лечения, розацией является аппарат Luminis M22. Что он делает, каков его механизм действия? Он прогревает сосуды до 60 градусов, за счет чего сосуд схлопывается и исчезает. Нет сосуда, нет воспаления. Процедуры делаются курсом. 3-4 процедуры с интервалом в 3 недели. Курс назначается индивидуально. Процедура не делается на загорелую кожу. Должно после инсоляции и пребывания на солнце пройти минимум 1,5-2 месяца. Процедура всесезонная. Мы проводим ее и в летнее время, но опять-таки индивидуально с каждым пациентом делается подбор. Процедура сочетается и часто назначается вместе с плазмотерапией. Они чередуются между собой. Сама плазмотерапия в нашей клинике используется в пробирке швейцарские. Regin Lab – это запатентованная технология, которая улучшает трофику ткани, улучшает, влияет на фибробласты, керотиноциты, улучшает тургор, эластичность и кровообращение нормализует, сосудистое русло. Плазмотерапия проводится таким способом. Пациент приходит за 2 часа до процедуры натощак. У него происходит забор крови, до 10 мл кровь из вены берется. Центрифугируется, отделяется плазма и тромбоцитарный сгусток. Мы берем только верхнюю часть плазмы и внутри кожи делаем инъекции по всему лицу. После плазмотерапии пациент, так как это собственная кровь, вот они чужеродные, нет никаких побочных эффектов. Самые свойства плазмы собственной крови до сих пор еще до конца не изучены. Плазма обладает отбеливающим, успокаивающим свойством, прекрасный лифтинг дает, успокаивает кожу, влияет на фибробласты, керотиноциты, в общем, улучшает сосудистое русло и микроциркуляцию в тканях. Золотым стандартом в лечении розации является процедура фотоомоложения на аппарате последнего поколения Luminis M22. Эту процедуру я сочетаю с плазмотерапией, где курс расписывается пациенту индивидуально после консультации. С вами была я, врач-дерматовенеролог, косметолог Важова Виктория Александровна. До новых встреч в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!